Илон Маск больше не в состоянии финансировать Starlink в Украине. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, в прошлом месяце SpaceX отправил письмо в Пентагон. В нем компания просила Минобороны США взять на себя финансирование Starlink в Украине. Сейчас Украине передано около 20 тысяч комплектов спутникового интернета. Маск написал в Твиттере, что эта операция обошлась компанией в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов к концу года. Накануне Маск объявил себя продавцом духов с ароматом сожженных волос. Несколько дней назад влип в скандал со встречей с Путиным после его так называемых мирных инициатив и твиттер-опросов по окончанию войны в Украине. Этим Илон вызвал раздражение даже у Одессита. Они решили снять все билборды со словами поддержки Маску. О том, что американский миллиардер и основатель Теслы разговаривал с российским президентом, прежде чем предложить условия для заключения мира между РФ и Украиной, сообщил американский политолог Ян Бремер. Он утверждал, что бизнесмен сам рассказал ему об этом. По словам Бремера, Маск сказал, что Путин готов к переговорам, но только в случае, если Крым останется российским. Украина будет нейтральной и признает аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Бремер добавил, что во время разговора российский президент заявил Маску, что эти цели будут достигнуты, несмотря на все, а также предупредил о возможности ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым. Сам Маск позже опроверг эту информацию, мол, с Путиным, да, виделся, но 18 месяцев назад, и темой разговора был космос. А вот мирные твиты Маска разозлили не только одесситов, но и вызвали бурную реакцию в мире. Например, российский гроссмейстер Гарри Каспаров назвал твит Маска «нравственным идиотизмом», повторением кремлевской пропаганды, изменой украинского мужества и самопожертвования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень положительным то, что такой человек, как Маск, ищет пути мирного выхода. По его мнению, многие идеи, высказанные бизнесменом, заслуживают внимания. В начале войны Маск, самый богатый человек на планете, приобрел широкую популярность в Украине именно после передачи интернет-терминалов Starlink. Его позвал в гости президент Зеленский, который позже спросил в Твиттере, какой Маск вам больше нравится — тот, что за Украину или тот, что за Россию? Подпишись на Система.Инфо и оставь свой комментарий. Мы ценим обратную связь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова